добро пожаловать в новый видео урок меня зовут александр владимиров школа logic pro help подписывайтесь на наш youtube канал чтобы не пропустить полезные видео сейчас мы разберем с вами тему конфликта бочки и баса и как решить этот конфликт в электронной танцевальной музыки давайте возьмем бочку прослушаем ее соло что называется такая достаточно низкочастотная бочка не очень мощная но для примера как раз то что нужно и отдельно послушаем вас такой жирный грязный бас и теперь давайте попробуем послушать все это вместе такое ощущение что мы слышим только баса бочка чё-то куда-то пропало давайте будем включать выключать ее для того чтобы пытаться понять вообще ее слышно или нет то есть когда мы включаем бас то бочка она начинает теряться но вы слышите да как она звучит без баса и как звучит с ним то бочку слышно но ели как и очень плохо и конечно в электронном треке ну это будет звучать отвратительно как решать вообще конфликты начнем с того что это изначально так скажем частотный конфликт то есть у нас у бочки есть да какие-то определенные частоты ну это в основном здесь 50 60 герц да такой основной пик приходится и бас он же у нас тоже низкочастотный он тоже имеет определенные частоты и может показаться что вроде бы здесь частоты немного другие да не те же что и у бочки но тем не менее вот эта вся грязь совокупная она как бы мешает этому кику поэтому как решаются конфликты давайте дам некий такой бонус еще важный момент что когда вы пишете музыку то вам необходимо у всех звуков подчеркиваю у всех звуков кроме бочки и саб баса что такое саббас отдельно смотрите на нашем youtube канале вам необходимо срезать низкие частоты срезать фильтром я обычно это делаю фильтром 24 децибела на октаву и срезаю 150 герц но и такое стандартное значение можно больше в зависимости от ситуации от звука меньше редко когда обычно 150 хороший вариант то есть у всех лидов педов даже у хайхетов казалось бы причем здесь хайхет у хайхетов же только высокие частоты нет бывает хайхет и сэмплу которых есть низкие частоты и вот эти все низкие частоты ненужные абсолютно они суммируются и начинают мешать нашему кику и даже саббасу давайте послушаем как звучит например кик с этим басом если у этого баса ну обрезать низкие частоты я думаю вы отчетливо слышите низкочастотную составляющие этого кика несмотря на то что ну как бы вас звучит на и отрезал не у низкие частоты то есть уже огромное количество конфликтов не только бочки с басом а вообще в принципе можно решить путем того что вы на всех подчеркиваю звуков кроме звуках кроме бочки и саббаса срезаете низкие частоты ну исключение может быть какая-нибудь там перкуссия низкочастотная томы или снейры если вы работаете там с допустим трэп музыка и так далее но все-таки практически всегда я лично срезаю все что ниже статки исти герц у меня есть даже пресет лоукат где как раз вот смотрите срез 150 герц я прям по умолчанию его ставлю и дальше там уже по необходимости чуть чуть меняю окей с этим более менее разобрались ну а с басом то как быть мы же не можем отрезать у этого баса низкие частоты он будет кастрирован и он будет совершенно не похож на бас да конечно здесь что мы можем сделать в живой музыке иногда делаю такую ситуацию то есть поднимают например какие-то определенные частоты у баса у вас гитары а у бочки поднимают немного другие частоты ну и тем самым как бы конфликт так скажем решается но в электронной музыке обычно это делается несколько иначе доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу пусть и и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене мы применяем так называемый сайвичей многие думаю знает что такое но если вы не знаете то сайвичейн по простому говорят когда в момент удара бочки ну или какого-то другого звука у нас начинает другой звук становиться тише короче вот здесь вот где у нас сайвичейн мы ставим наш кик то есть момент удара кика будет срабатывать сайвичейн мы можем делать сайвичейн от чего угодно то есть вот например вокала и это будет сайвичейн воздействовать на гитару например и когда вокал звучит гитара становится слегка тише и тем самым между ними тоже как бы конфликт решается такое возможно такое делают это вполне применимо здесь я рекомендую ставить рейши 4 к 1 стандартное значение автогейн я всегда выключаю автокомпенсация громкости атаку делаем минимальную но там тоже на слух но пока давайте сделаем минимум и теперь когда мы трэш холд вот так вот понижаем мы можем видеть что у нас начинает срабатывать компрессор и чем ниже трэш холл тем сильнее начинает срабатывать и теперь обратите внимание что происходит происходит то что в момент удара бочки становится этот бас тише и мы слышим вот эту характерную пульсацию мы можем даже взять такой плагин с м соскоп и посмотреть через него что у нас появляются ямы это те ямы когда звучит кик и за счет этого у нас бас становится тише мы получаем с одной стороны вот эту типичную пульсацию кач которая очень важна для электронной музыки и также мы решаем конфликт между этим этими двумя звуками обратите внимание все звучит хорошо и бочку слышно давайте будем включать выключать сайт чейн я думаю разница очевидна конечно я сделал такие утрированные примеры утрированные сэмплы подобрал то есть действительности как правило бочка используется гораздо более мощная да то есть эта бочка откровенно слабая то есть я бы такую практически никогда не использовал либо прокачал сатуратором например вас скорее всего нужно сделать потише потому что но он громковат объективно возможно так ну и вообще если мы говорим про sap я бы сделал его даже в моно но об этом тоже рассказываю в видео про sap bass здесь мы специально берем такие примеры максимально утрированный чтобы это было наглядно слышно и понятно в общем то все вот так вот решается конфликт между бочкой и басом причем неважно в каком стиле вы работаете с прямым ритмом там house транс техно или сломанным ритмом такой вариант он используется всегда на этом все с вами был александр владимиров школа logic pro help пока